При реализации большого строительного проекта без помощи машин-монстров не обойтись. Эти гиганты — одни из самых впечатляющих созданий человека. Они могут добраться до основания Земли, без труда поднять сотни тонн и перевести на себя раскалённый металл. В этом выпуске машин-монстров мы познакомимся с гигантами строительной техники. Машины-монстры — гиганты строительной техники. Эта машина выполняет свою работу под землёй. Она питается камнями, и её стальные зубы способны перемолоть всё, что угодно. Она делает то, что когда-то казалось невозможным. Прокладывает тоннели под городами, реками и даже океанами. Это буровая тоннелепроходческая машина или БТМ. И можете нам поверить, эту машину ничто не остановит. Высота — 14 метров. Длина — 60 метров. Тоннель — одно из самых удивительных достижений инженерной мысли. Но прокладывание тоннеля — это тяжёлая и опасная работа, в которой не обойтись без специального оборудования. Тоннелепроходческая машина напоминает громадное сверло. Некоторые из таких машин достигают 46 метров в длину, 12 метров в высоту и весят более 3000 тонн. Это сверло — всего лишь часть сложного устройства, который в собранном виде напоминает электричку метро длиною более сотни метров. За один день этот гигант способен прорубить в скале проход длиною более 30 метров. Длина туннелепроходческой машины равна 6, а то и 8 локомотивам, составленным вместе. Иначе как железным великанам такую машину не назовёшь? Представьте себе земляного червя диаметром примерно 12 метров и длиной около 120 метров. Такое можно увидеть только в кошмарном сне. При этом он прогрызает любые препятствия и оставляет после себя огромный проход. Примерно так и работает туннелепроходческая машина. Этот гигантский червь снабжён комплектом невероятно острых колёс, установленных у него на макушке. Эти колёса беспощадно вгрызаются в землю. Вы когда-нибудь видели маленькое колёсико на стеклорезе? Наши машины оборудованы набором дисков, которые работают по тому же принципу. Они установлены таким образом, что, врезаясь в скалу, осуществляют концентрическое вращение. Диаметр каждого такого диска составляет от 40 до 50 сантиметров. Раздробленные горные породы попадают в специальные желоба. Затем обработанный материал переходит на конвейер, который выводит его на поверхность. Увидеть такой агрегат сразу и целиком практически невозможно. Увидеть всю машину полностью удаётся крайне редко. Когда она находится в тоннеле, наблюдать за всем одновременно невозможно. Выполняемая работа скрыта, потому что она происходит под землёй. Если вы находитесь внутри машины, то с трудом понимаете, что происходит. Это всё равно, что наблюдать за китом, находясь у него в желудке. Вряд ли вы поймёте, как выглядит кит, если смотрите на него изнутри. В желудке этого монстра безостановочно работают люди и машины, чтобы новый подземный мир не обрушился прямо на них. Бетонные блоки весом по 18 тонн опускаются под землю и на специальном поезде перемещаются по тоннелю. Затем гидравлический подъёмник устанавливает блоки там, где только что прошло бурение. Бетонные блоки сдерживают внешнее давление и обеспечивают целостность тоннеля. На подкладку обычно уходят 6-8 фрагментов бетона. Подъёмник сначала берёт один и располагает его внизу тоннеля, затем устанавливает по одному фрагменту слева и справа, и так до тех пор, пока не образуется полное кольцо. Конечный результат — бетонный тоннель высотой 12 метров. Бетонный тоннель высотой 12 метров. Чтобы превратить скалу в груду булыжников, Бет-М использует давление, равное 3,5 тысячам тонн на квадратный дюйм. Для такого давления машине необходимо обладать серьёзной хваткой. С помощью гидравлических башмаков Бет-М отталкивается от только что установленных бетонных блоков. За один проход машина преодолевает почти 2 метра. Затем башмаки убираются, происходит установка новых бетонных блоков, и весь цикл повторяется заново. Как видите, эта машина обладает невероятной силой. Более 100 лет назад для прокладки туннелей вместо туннелей проходческих машин использовался динамит. В 1880 году Бет-М, созданное полковником Джеймсом Бомонтом, проложило в Англии железнодорожный тоннель длиной около полутора километров. В 50-х годах 20 века Джеймс Роббинс использовал обновлённую версию Бет-М для прокладки туннеля длиной в 4,5 километра в Торонто. В 93 года основанная им компания использовала 11 огромных Бет-Мов для прокладки 50-километрового тоннеля под Ла-Маншем, который соединил, наконец, Англию и Францию. При создании этого тоннеля было задействовано 15 тысяч рабочих. Реализация проекта обошлась в 15 миллиардов долларов. При прокладке этого тоннеля использовалось несколько машин, шесть из которых работали под водой. Самая маленькая стоила около 20 миллионов долларов. При такой стоимости минимальная длина тоннеля должна составлять полтора километра. Использование услуг металлического гиганта должно быть оправдано. Лазерный луч помогает водителю не сбиться с курса. В этом деле имеет значение каждый миллиметр. Это напоминает компьютерную игру. На экране вы видите изображение горной машины и устанавливаете для неё нужное направление. Кроме того, вы задаёте цифровые параметры, где повернуть на 2 миллиметра вправо, а где на 2 миллиметра влево. Управление гигантом осуществляется простым нажатием кнопок. Между режущими дисками и ремнями конвейера, насосами и подъёмниками есть места, где рабочий может стать жертвой гигантского червя. Самое опасное — стоять перед туннелепроходческой машиной, когда кто-то включает насос. Любое неосторожное и несвоевременное движение может стоить жизни. Поэтому техника безопасности должна соблюдаться неукоснительно. Это очень опасная работа. Рискованное дело? Да. Но когда наконец-то происходит прорыв, понимаешь, что оно того стоило. Это очень опасная работа. Люди счастливы, открывается шампанское. Все чувствуют невероятное облегчение после долгих месяцев беспрерывной работы. Все вокруг радуются, поджимают друг другу руки. С этим ничто не сравнится. Благодаря буровым туннелепроходческим машинам под землей соединяются города и даже страны. Что же будет дальше? Континенты? Нет, ни капли сомнения в том, что машины с этим справятся. Нужно только подождать. Машины-монстры. Этот монстр чем-то напоминает танк. Но он не разрушитель. Он созидатель. На стройке он выше всех. Выше многих зданий в деловой части города. От одного взгляда на эту машину захватывает дух. Но при этом она обладает невероятной точностью движений. Размеры этой машины действительно впечатляют. В мире есть всего два таких гиганта. Она весит более двух с половиной тысяч тонн. Думаю, она и землю смогла бы поднять. Это гигантский гусеничный кран. Длина 39 метров. Высота 234 метра. Демаг 12600. Супермен среди гусеничных кранов. Его максимальная грузоподъемность 1600 тонн. Это все равно, что поднять дюжину локомотивов. С помощью Демага мы собираемся поднимать часть крыши, каждая из которых весит примерно столько же, сколько Боинг 747. Представьте себе картину. Подъемный кран поднимает огромный авиалайнер. Примерно с такими грузами мы и работаем. Этот красавец не разменивается по мелочам. Демаг можно встретить только на самых впечатляющих стройках. На нефтеперерабатывающих заводах. На нефтяных танкерах и стадионах. Эта машина — настоящий монстр. Она двигает огромные глыбы, равные по величине футбольному полю. Эта штуковина пройдет не по каждой улице. Ее ширина — 15 метров. Длина каждой гусеницы этого строительного гиганта равна 15 метрам. Они служат надежным основанием для крана. Общий вес, установленных на кране противовесов, составляет более 2000 тонн. Это позволяет крану сохранять равновесие даже при подъеме супертяжелых грузов. Этот монстр помогает человеку создавать постройки, которые возвышаются над землей. Мы можем поднять этот кран на высоту более 270 метров. Это высота 90-этажного дома. Первый гусеничный кран появился в 30-х годах 20 века и быстро завоевал популярность на стройках всего мира. Современные краны-гиганты подняли архитектуру на новую высоту. Продолжение следует... Способность кранов поднимать огромные строительные детали позволяет выполнять значительную часть работы на земле, что гораздо безопаснее. Происходит значительная экономия времени, поскольку за один раз можно поднять один большой блок, вместо того, чтобы сотни раз поднимать много маленьких. Мы делаем большой блок на земле, а затем поднимаем его наверх. Если есть возможность выполнить какую-то работу на земле, почему бы не воспользоваться этой возможностью? Это значительно повышает эффективность производства. Чем больше сегментов вы поднимаете за один раз, тем быстрее идёт работа. Но на деле всё не так просто, как на словах. На подготовку одного сегмента могут уйти недели, иногда даже месяцы. Артур Саймонс работает на демаге 12600 уже не первый год. В мире есть всего два человека, которые могут управлять этим краном. Поначалу я думал, что работать на нём просто невозможно. Но когда трудишься без остановки, он уже становится частью тебя. Самое главное — научиться работать в команде. Здесь идёт постоянное общение с инженерами, консультантами. Все работают сообща. Мне очень нравится эта работа. Знаете, тут нет однообразия. Каждый день всегда чем-то отличается от предыдущего. Кабина оператора похожа на кабину пилота. Здесь установлены приборы, которые фиксируют нагрузки, направления ветра. Это огромный поток информации. Элементы управления на демаге отвечают последнему слову техники. Это делает демаг невероятно надёжной машиной. Если, конечно, оператор знает, как с ней работать. Транспортировка такого гиганта требует немалых усилий. Чтобы перевести его с места на место, необходимо 150 огромных грузовиков, плюс недели на сборку. Когда мы собираем этот кран, нам приходится воздвигать конструкцию, равную по высоте Эйфелевой башни в Париже. Вес демага значительно превышает вес поднимаемых им грузов. Но если приходится поднимать сотни тонн, лучше быть аккуратнее. Ветер или неправильное распределение массы могут привести к тому, что груз начнёт раскачиваться. А это может закончиться трагедией. Если вы управляете краном, необходима максимальная концентрация. Ошибка может привести к необратимым последствиям. Эта видеозапись была сделана 14 июля 1999 года одним из членов Комиссии управления охраны труда. Гусеничный кран устанавливал часть крыши весом в 400 тонн. И в этот момент произошло что-то ужасное. Что это? Что там происходит? Смотри! В результате этого несчастного случая погибли три человека. Расследование установило, что оператор не придал особого значения силе ветра, и это послужило основной причиной аварии. Для завершения работ был доставлен ДМАК 12600, параметры которого были внушительнее, чем у крана, который упал. ДМАК 12600, параметры Дм – очень надёжный работник. Людям нравится с ним работать, потому что ему можно доверять. Вряд ли мы смогли бы реализовать наш проект без его помощи. Но он не просто большой, он огромный. Но при этом его движение отличается невероятной точностью и лёгкостью Это просто фантастика Когда я смотрел, как Демак собирали, понял Для того, чтобы Миллер Парк получился действительно незабываемым Нам просто необходимы чудеса инженерной мысли И одним из таких чудес является кран Демак Если вы собираетесь создать нечто действительно незабываемое Без такого помощника вам просто не обойтись Такое чудо, как Демак, значительно упрощает строительство Всё ясно В мире гигантских строек Демак представляет собой подъёмную силу Необходимую для успешного результата Машины-монстры Будь то змеевидная масса из бетона Или возвышающиеся над городскими улицами громадой стали и стекла И те, и другие объединяет одно Гигантские буровые машины Чем выше здание поднимается над землёй Тем глубже под землю должны уходить поддерживающие его колонны Иногда эта глубина достигает 90 метров Чтобы вырыть такое отверстие, необходима машина соответствующих размеров и силы Если вы хотите уйти на действительно большую глубину Тогда буровая машина Леффер — именно то, что вам нужно Высота — 3,5 метра Длина — 9 метров Буровая машина работает по простому принципу Она одну за другой ввинчивает в землю стальные обсадные трубы Обсадные трубы соединяются друг с другом стальными кольцами на болтах По мере того, как трубы опускаются, земля, попадающая в них, извлекается экскаватором В результате чего в земле образуется глубокое и гладкое отверстие Такой метод бурения как нельзя лучше подходит для районов землетрясений Лос-Анджелес, Калифорния Здесь строится железнодорожный мост для порта Лонг-Бич Буровая машина выкапывает отверстия глубиной в 40 метров для поддерживающих колонн Если начнётся землетрясение, мосту понадобится надёжная опора Эта машина делает отверстия диаметром 3 метра и глубиной до 90 метров Если в такую дыру упадёт автомобиль, достать его оттуда будет практически невозможно Дон Замборелли – руководитель этого проекта Он работает с буровым оборудованием более 30 лет Это очень мощная, гигантская по размерам машина По сравнению с ней другие буровые машины кажутся крошечными Её размеры действительно впечатляют Сначала нужно ограничить область бурения стальными листами Сталь необходима для того, чтобы поддерживать массивную машину, которая весит около 120 тонн Когда этот богатырь выходит на позицию, все должны быть начеку Когда вы находитесь наверху, это высота второго-третьего этажа Ширина машины 6 метров, длина 7,5 Она настолько велика, что когда вы управляете ею, вы можете случайно наехать на человека И даже не заметить этого Об этом нужно всё время помнить Теперь огромный кран вставляет в буровую машину стальную обсадную трубу с режущими зубцами Ширина обсадной трубы 3 метра, длина 6 метров Обсадная труба удерживается гидравлическими захватами Буровая машина будет вкручивать её в землю с силой более полутора тысяч тонн Когда одна труба уходит на 6 метров под землю, добавляется ещё одна труба И машина снова берётся за дело Пока бурильный монстр выполняет свою работу, гигантский кран извлекает из трубы всю землю Таким образом, с каждой секундой отверстия становятся всё глубже и глубже Иногда его глубина достигает 90 метров Представьте себе отверстие, глубина которого равна длине футбольного поля Скотт Поулкетт управляет краном, устанавливающим обсадные трубы В детстве моими любимыми игрушками были модели грузовиков и экскаваторов Мне нравится моя работа Конечно, испытываясь постоянное напряжение, но у нас очень хорошая команда С этими людьми приятно работать Когда порода извлекается из трубы, второй оператор ещё больше вкручивает её в землю Так мы работаем вместе, пока не дойдём до нужной глубины Но на этом работа не заканчивается Впереди самая опасная Впереди самая опасная Из двух кранов поднимается огромная арматурная сетка, которая будет спущена в отверстие Когда опускают сетку, общее внимание обращено наверх Сетка опускается под землю, по ней будет проходить бетонирование Каждый раз, когда мы поднимаем её, слышен звон цепей Нужно всегда быть на чеку, когда она находится сверху И ни в коем случае нельзя нарушать технику безопасности Чет Мон следит за тем, чтобы сетка точно вошла в отверстие Около 15 человек помогают направлять краны И следить за тем, чтобы ничто ни на кого не упало Завтра начинаем в пять Когда сетка установлена, команда может отдохнуть Теперь начинается самое весёлое В гигантское отверстие заливают тонны бетона В один прекрасный день здесь будет Железнодорожный мост, который соединит порт Лонг-Бич со всей Южной Калифорнией Всё это станет возможным благодаря гигантской машине-монстру И команде профессиональных рабочих Машины-монстры Добро пожаловать в Лас-Вегас Неоновый город мечты, где один поворот рулетки Может кардинально изменить вашу жизнь Вегас — это виртуальный храм с изящными башнями и роскошной архитектурой В этом городе всё не так, как везде В том числе и строительные машины К примеру, вот этот великан Большой Стэн — одна из самых больших буровых машин в мире Высота — 28 метров Длина — 17 метров Вес такого гиганта может достигать 5,5 тысяч тонн Разве не впечатляет? А сила — более полутора тысяч тонн Это позволяет проделать дыру глубиной 4,5 метра в любой поверхности Большой Стэн создавался специально для твёрдого грунта Калифорнии Аризоны и Невады На его разработку ушло немало времени Но в результате получилась машина, способная бурить скважины Более 9 метров в диаметре и глубиной более 36 метров Поэтому сегодня, если речь идёт о строительстве нового казино Без Большого Стэна не обойтись Идея создания Большого Стэна принадлежит Стэну Андерсону 40 лет назад он вместе с отцом копал колодцы Я просто смотрел, как работают другие люди И вскоре понял, что буровой машиной, которая могла бы справиться с такой твёрдой почвой, как здесь, в Лас-Вегасе, просто нет Нужно более нечто большее Если трактор спотыкается на камнях, значит, нужен трактор больших размеров С буровыми машинами то же самое Чем больше буровая машина, тем больший объём работы она может выполнить Чтобы понять, что для работы с большими камнями нужна большая машина Не нужно обладать выдающимся умом Для оператора Энтони Маркуса работа на Большом Стэне — одно удовольствие Когда Большой Стэн появляется в городе, он всегда привлекает всеобщее внимание Я работаю на этой машине уже 25 лет И могу сказать, что мне в ней всё нравится Она очень мощная Может пробурить огромные отверстия Пока архитекторы проектируют здания с башнями У больших буровых машин всегда будет работа Когда я построил первую машину, моей целью было продать её Я надеялся заработать на ней 100 тысяч долларов Но вначале она никого не заинтересовала Мы стали использовать её в работе Мы работали два с половиной месяца И за это время получили 222 тысячи долларов чистой прибыли И тогда мой отец сказал, сынок, зачем тебе продавать эту машину? Это будет как минимум глупо Он был прав С тех пор я больше не пытался её продавать Большой Стэн Буровая машина огромных размеров, способная выполнять тяжелейшую работу Машины-монстры Машины-монстры Сталь — это сердце и душа любого массивного строения И для получения этой стали человек создал, пожалуй, самые необычные машины на свете Монстры, которые дышат огнём Изрыгают лаву И делают с расплавленной сталью всё, что только возможно Эти любители, чего погорячее, работают на сталелитейном заводе в Спэр-Роуз-Пойнт И почти сто лет производят сталь, которая используется в самых впечатляющих сооружениях Процесс получения стали начинается с простой доменной печи Здесь смешивается лом различных металлов и расплавленного железа Металлическая смесь обдувается чистым кислородом со сверхзвуковой скоростью Пока металл не накалится до 1648 градусов Компьютер показывает температуру и химический состав расплавленной массы Субтитры делал DimaTorzok Требуется около двух часов, чтобы превратить расплавленное железо в твёрдую сталь Сталь отливается в виде больших плит, каждая из которых может весить до 40 тонн Для транспортировки таких грузов нужна машина-монстр с остальными нервами Такая, как погрузчик Сырьё в производстве стали очень тяжёлое, поэтому мы используем крупные машины для транспортировки из стали и готовой продукции Металлургический погрузчик может без проблем перевести на себе 150 тонн стали В то время как маленькие грузовики выдерживают лишь полтонны Таким образом, один погрузчик выполняет работу 300 грузовиков Металлургический погрузчик зависает над стальной плитой и поднимает её гигантскими щипцами Этот погрузчик похож на огромную игрушку Сидеть в кабине и наблюдать за всем сверху — это так здорово Сам чувствуешь себя великаном Это как автомобиль, только очень большой Главное — к нему привыкнуть Стив Помрой работает на заводе 15 лет Он знает, есть и зазеваться, можно обжечься Машины не похожи друг на друга Каждая по-своему индивидуальна, и надо знать, что с ней можно делать, а чего нельзя Бывали случаи, когда мы поднимали горячие плиты, и шины начинали гореть Я работал с разным оборудованием При работе с любой машиной должна выработаться привычка Если вертеться по сторонам, легко забыть, что ты везёшь Начинаешь делать резкие повороты, а это не всегда хорошо заканчивается При выплавке стали образуется жидкий побочный продукт, который называют шлаком Он убирается с помощью специального шлакового ковша, вместимость которого составляет 100 тонн В таком ковше перевозится масса с очень высокой температурой Приходится постоянно смотреть, нет ли там кого рядом Если под ковшом проезжает какая-то машина, нужно быть очень осторожным Не хочется, чтобы кого-то забрызгало металлом Рональд Шеффер пять лет управляет этим громадным ковшом Самое опасное — переливать горячий металл в другую ёмкость Иногда появляются брызги, а искры так и сыплются У нас в кабине есть изменитель температуры Если температура выше 482 градусов, надо подождать Расплавленная сталь выливается из отверстия в доменной печи и попадает в ковш То, что остается, называется шлаком Шлак переливается в специальное устройство под названием шлаковый ковш Затем за дело берется другая машина-монстр, которую называют перевозчиком шлакового ковша Это настоящий монстр, потому что он везет на себе 68 тонн жидкого шлака И это не учитывая массу ковша Ковши, которые возит эта машина, бывают разные Но в среднем они весят около 20 тонн С таким грузом лучше не шутить Нужно быть очень осторожным, когда сидишь За рулем такого великана Джеймс Эйкер знает, чтобы перевозить жидкий шлак, нужно обладать железными нервами Иногда ты садишься за руль такой машины и не выходишь из нее по несколько часов Она сама заставляет тебя двигаться Я обожаю управлять такой громадиной Для меня это намного увлекательнее, чем управлять обычным тягачом Маленькие машины управлять безопаснее, но от этого не получаешь такого удовольствия Управляя таким монстром, нужно всегда быть предельно внимательным Горячий шлак приходится вести по цехам, где много людей и техники Маленькая ошибка может стать причиной большого пожара Учитывая параметры этой машины, надо быть крайне аккуратным Горячий шлак без труда зажжет все, что угодно Когда шлак сброшен, его можно охладить Затем его разбивают на части и используют в качестве гравия и изоляционных материалов Сталилитейные заводы обычно находятся вдали от города Люди, которые работают с таким оборудованием, хорошо образованы и очень сознательны Представьте, что может произойти, случись какая-нибудь авария Везете ли вы плиту весом в 20 тонн или расплавленный металл, который весит 300 тонн Эти люди настоящие профессионалы в своем деле Этим людям удалось обуздать огненных монстров Представьте, что будет, если металлургический погрузчик встретится с обычным автомобилем У автомобиля не будет никаких шансов Погрузчик просто его раздавит Каждый, кто работает с этими машинами, уважает их силу Первый раз, когда я поднялся на этот кран, мне было немного страшно Но потом я привык И должен вам признаться, я люблю свою работу Люди, обуздавшие этих огромных чудовищ, с трепетом относятся к их силе и сноровке Их отношения напоминают отношения ковбоя и его верного коня Машины-монстры Еще одна разновидность машин-монстров занимается постройкой того, с чем многие из нас сталкиваются каждый день Шоссе Бездорожных бетоноукладчиков этот мир не был бы таким, какой он есть Они работают на строительстве автострад, аэропортов и каналов Самые большие бетоноукладчики могут укладывать по полтора километра бетона за один проход Самый большой представитель этого рода называется Гомако GP-4000 Высота 4,5 метра Длина 13 метров Эта машина весит более 80 тонн и питается бетоном Большинство бетоноукладчиков весит не более 45 тонн Следовательно, эта машина почти в два раза больше обычного бетоноукладчика Мы между собой называем ее Эль Президенте Уж очень внушительно она выглядит Работа, которую раньше выполняла бригада из 20 человек за две недели Сегодня с помощью этого гиганта выполняется небольшой командой всего за один день Карл Карпер работает в этой области 27 лет Не нужно никаких форм, поэтому происходит значительная экономия времени Эта машина выполняет всю работу сама Перед ней вываливается бетон, и по мере того, как она продвигается вперед, она его выравнивает Как видите, все просто Теперь выбрать форму и размер участка не составит особого труда Вам нужна извилистая дорога? Пожалуйста Хотите сделать канавки? Нет проблем Для этого в война дорог нет невыполнимых задач ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работая с таким бетоноукладчиком, надо быть очень осторожным Машина оснащена вибраторами, с помощью которых при невероятно высокой скорости скрепляется и затем подается бетон Этот бетоноукладчик может прокладывать магистрали в 15 метров шириной и толщиной более полуметра Вы, обычные водители, мало что знаете о дорогах Вас интересует только одно, гладкая она или нет Вы знаете о дороге только то, что можно ощутить А людям, которые трудятся на ее строительстве, стоит больших усилий сделать ее гладкой Это делается не только для удобства водителей Если на дороге слишком много выбоин, она начнет быстрее разрушаться Семья Кевина Коффмана занимается строительством дорог уже более 30 лет Под машиной находятся провода с четырьмя барабанами и четырьмя считывающими устройствами, которые занимаются приподниманием машины Когда машина поднимается, все данные отображаются на компьютере, что позволяет делать постоянные изменения в соответствии с состоянием дороги Благодаря этому дорога получается максимально удобной для езды Чем лучше будет сделана дорога, тем реже ее придется ремонтировать Чтобы продлить жизнь дорожного покрытия, в бетон добавляют прутья В результате плиты не наезжают друг на друга Прутья используются в соединениях Соединения предохраняют бетон от трещин Блок не ходит вверх-вниз, поскольку на месте соединения есть прутья Поэтому не происходит и вертикального разъединения Одной из особенностей этой машины является то, что прутья в бетон вставляются автоматически Заодно движение При строительстве дорожных покрытий, самое главное, грамотно расходовать время Любая задержка может привести к плачевным последствиям В этом деле у нас нет права на ошибку Если надо было проложить 30 сантиметров бетона А вы проложили только 29, могут возникнуть проблемы Благодаря современной технике и компьютерам Сегодня, слава богу, это делается очень легко Тем не менее, нужно всегда быть на чеку Такой бетоноукладчик при работе использует большое количество бетона Постоянно боишься, что что-то может пойти не так Посмотрите, сколько машин здесь задействовано Иногда, когда что-то ломается, а всё уже готово к работе, ты просто не знаешь, что делать Приходится что-то придумывать Это нелёгкая работа Мы работаем со скоропортящимся продуктом На всё про всё у нас есть 50 минут, а потом бетон начинает постепенно затвердевать Теряет свою пластичность, работать с ним становится совсем нелегко В худшем случае бетон приходится убирать Работа с такими машинами-монстрами отличается не только большим эмоциональным напряжением Эта работа очень опасная Вокруг постоянно что-то движется Такая машина может запросто оттяпать вам руку Люди, которые здесь работают, знают, где можно ходить, а где нельзя Нужно быть очень внимательным Остальные работники всегда должны знать, куда ты направляешь машину В 50-е и 60-е годы был настоящий бум на автострады К 70-м годам про бетонокладчики практически забыли И вот, 30 лет спустя, большие бетонокладчики снова в деле Специалисты говорят, что машины больше этих уже не появятся Вряд ли они будут становиться всё больше Чем больше вес, тем труднее управлять Такую машину очень трудно довести до объекта Большие размеры уже не нужны Получается, что больше не всегда лучше Ну и ладно Нам нравятся и нынешние размеры бетонокладчика Они и так чудовищные Будь то прокладка туннеля Или строительство небоскрёба Перевозка расплавленного металла Или укладка полотна автострады Эти строители-монстры Сделают осуществление любого проекта Гораздо проще Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому